МАНЧЕСТЕР Там все любят футбол, но футбольной айдентики на улицах практически нет То есть Стерлинга, Холланда или Роналда или Бруно Фернандо, что ты не увидишь, пока не приедешь на стадион Мы спрашивали, почему, ну где упоминание Манчестера Это один из главных футбольных городов мира, местные жители, манкунианцы, не манчестерцы, а манкунианцы Они нам отвечают, ну ребята, здесь футбол везде, нам не нужно ничего дополнительного Потому что если вы приезжаете в Манчестер, вы автоматически попадаете на футбол Ты коллекционируешь вот эти все фанатские штучки, что ты привез из Манчестера? Ну я бы не стал называть их штучками, потому что вещи достаточно ценные и интересные Вот так вот выглядит программка с матчем Манчестера Юнайтед Шериф, Юнайтед Ревью Это название матчевых программок 1962 года Я по случаю прикупил вот такую уникальную печатную продукцию 1970 год, представляете, как это было давно Матч еще не был английской премьер-лиги, был чемпионат Англии Матч Манчестер Юнайтед Бернли на Олд Траффорде, который особенно и не изменился с тех пор Посмотрите, вот тут реклама Что рекламировали в Англии в 70-м году, что нужно было купить Машины Пепси-колы, наверное Машины, квартиры, пепси-колы там еще не было Там было много недвижимости Обещали продать велосипеды В общем, приходит болельщик на футбол И ему параллельно еще и предлагают Отличается программка 60-го года от 2022-го Просто количество на страниц, мне кажется Но соперник-то постатуснее Посмотрите, сколько внимания они уделили Шерифу Они приехали в Кишинев, то есть они знали, что матч будет там Но и вместе с этим они заехали еще и в Тирасполь И погуляли по нашему городу Поэтому тут есть отчет еще и из Тираспольских улиц Набережная, всем узнаваемая локация Ну и главная арена, дом Шерифа Пожалуйста, ребятки, да, вот вам видно Большой, да, респект английскими журналистам Потому что, когда приезжали итальянцы и испанцы Ну это скорее было чисто формальное знакомство с Тираспольом Хотя они играли-то, Реал Интер играли здесь, они в Кишиневе Прошли стандартные селфи Владимир Ильич Набережная, светящийся мост и все Англичане гуляли везде Были в Тирасполь, были в Бендерах, были в Кишиневе Смотри, стадионы, да Ты побывал на разных стадионах Знаю, ты и в Германии посещал, да То есть, ну, Олд Траффорд, почему именно этот стадион, театр мечты? Ну вот ты рассказывал недавно, как попасть в кино Я расскажу, как попасть в театр Театр мечты Это очень сложная миссия Потому что, ну, две трети билетов на любой матч Манчестер Юнайтед Они расходятся среди владельцев абонементов То есть, в Манчестере есть 50 тысяч людей У которых есть гарантированный пропуск на любой матч Юнайтед в сезоне А всего там тысяч семьдесят Стадион вмещает 74,5 тысячи зрителей Если убрать гостевую квоту Если убрать то количество билетов, которые распространяют среди спонсоров Юнайтед То остаются какие-то несчастные 20 тысяч на огромное количество болельщиков Манчестера Юнайтед Которые есть и в городе, и в Англии, и во всем мире Приезжают, мы видели японцев, мы видели австралийцев, мы видели людей с внешностью монахов Шаолинь Все приехали в Манчестер, чтобы попасть хотя бы на матч с Шерифом Потому что на Юнайтед и Ливерпуль практически невозможно легально купить билет А вот на Шериф возможность была И мы почему-то думали, ну вот 50 тысяч абонементов Ну, наверное, не все придут, потому что все-таки четверг, будний день У людей работа, и стадион Траффорд находится на окраине города в районе Траффорд Но когда мы за 4,5 часа до матча приехали на стадион И уже увидели эти нескончаемые ютские потоки, которые шли на стадион Мы поняли, что будет аншлаг, и в итоге аншлаг был Англичане не пользуются нашей методикой Если купил абонемент в спортзал, ты можешь его прогулять Они ходят, да, можно пойти в спортзал, еще можно помыться А я думал, что ты ответишь на вопрос по поводу театра мечты То, что этот стадион исполняет именно твоя мечта была побывать на стадионе Да, мечта была Театр мечты, вот я посетил Траффорд и исполнилась она вот моя мечта Да, долгими зимними вечерами в Бендерской Хрущевке году в 99-м Я смотрел на матч чемпионата Англии Были тогда первые трансляции на канале РЕН-ТВ И я думал, вот как же здорово тогда туда попасть И комментировал те матчи Александр Елагин Он нас приобщал к английскому футболу И перед первой игрой с Юнайтед в Кишиневе Мы брали у него интервью, я вот спросил А какие вообще эмоции, когда ты впервые попадаешь на Олд Траффорд Он ответил, самое главное Это абстрагироваться от своего нынешнего ощущения Отношения к футболу, мне кажется Да, и пытаться представить себя ребенком, подростком Для которого это действительно огромное событие Да, я попытался представить себя Я вот так вот переместился на 20 с лишним лет назад Ну и табуны мурашек все-таки пробежали Что касается болельщиков, мы знаем англичане такие голосистые ребята Умеет болеть, умеет Ну культура боления, конечно, есть Но наши болельщики тоже были на трибунах Вот удалось ли их вот чуть-чуть перекричать? Мы слышали там рыбница вперед Потому что два юноша из нашей северной столицы Один из них давал интервью ТСВ И говорил, очень хочу взять автограф у Димы Челядника После этого мы ему пишем в соцсетях Он говорит, у Челядника не взял Зато взял у Александра Мартинеса и у Бруно Фернандеша Ну равноценная замена такая Поэтому, да, если Дима нас смотрит, то пусть знает, что в Англии живет этот парень Есть его персональный поклонник Ну и по случаю автограф ему отправить нужно Болели, пытались, но все-таки 70 тысяч не перекричать Когда фанатская трибуна Стретфорд Тент Она находилась за воротами, в которые Юнайтед забил второй и третий мячи во втором тайме Когда она начала петь минуте на пятой Ну это было здорово Это были ощущения, как будто огромный какой-то космический хор Ну а самая памятная, наверное, церемония у болельщиков Это когда на 58-й минуте они встают и начинают аплодировать в память о жертвах катастрофы 1958 года Когда в Мюнхене разбилась половина команды Манчестер Юнайтед, которая летела из Белграда И у них определенная связь времен, в том числе и на таких вот событиях Ты гуляешь по Олд Траффорд и изучаешь историю Вот мемориал погибшим в авиакатастрофе Вот памятник Мэтту Басби первому каноническому тренеру Юнайтед Вот памятник сэру Алексу Фергюсону, о котором знают все Сэр Алекс Фергюсон был на стадионе? Фергюсона мы не видели Мы видели, что где-то наверху комментировал Пол Скоулс Матч рядом с нами сидел Даррен Флетчер Это как раз его питомцы, футболисты, которые выигрывали Лигу чемпионов Скоулс в 99-м и в 2008-м, Флетчер только в 2008-м Ну еще был Брайан Робсон, это ветеран Юнайтед Мы сейчас наших телезрителей загрузим этими цифрами О простом Да, о простом Сэр Алекс Фергюсон, да, действительно, это запоминающийся тренер Он выводил команду не единожды к чемпионству Ну да ладно, хороший тренер, у нас тоже своих хватает English Language, вот наш, вот наш, вот наш, колоритный Он там помогает? Не стыдно нам за вас будет? Помните, да, детский рассказ Виктора Great Britain и все дела Виктора Драгунского, англичанин Павли, где папа Дениски Это Дениски на рассказы говорит в английском языке Черт сломит ногу Там пишется Ливерпуль, произносится Манчестер Вот мы в этом лишний раз убедились Поэтому, когда начинал говорить один человек на стадионе Мы представляли, что это диктор канала BBC Когда начинал говорить второй человек Мы представляли, что это Брэд Питт в фильме Большой куш имитирует диалект цыган Когда начинал говорить третий человек Мы понимали, что он приехал откуда-то Либо из бывшего Советского Союза Либо с Балкан, потому что его английский был похож на наш В общем, когда в школе вам учительница говорит Делайте ртом так, как будто вы хотите Выплюнуть горячую картошку При произношении некоторых слогов Все вот эти межзубные, да И прочее Не верьте, в Англии так говорит, ну, наверное, процентов 5 У всех остальных, да, мощный такой лингвистический коктейль Поэтому вы, главное, учите язык А все остальное уже не получится Остальное мы научим, да Ты видел Роналду, когда он приезжал на Зимбру Роналду в Кишиневе и Роналду в Манчестере Какой Роналду лучше? Мне больше понравилась прическа из второго матча А, ты по внешности, а мы по игре Ну, ты же не уточняешь Между Роналду в Кишиневе и Роналду в Манчестере Была та самая история Когда он во время игры с Тоттенхэмом, ну, скажем так Расстроился, ушел со скамейки запасных И он прошел такой определенный катарсис После этого переродился Болельщики сказали, мы его простили И все просили, все требовали его голы Когда он случился, было здорово И самое главное, он изменил празднование После забитого мяча То есть мы привыкли к силу И это силу мы видели в Кишиневе на Зимбру 15 сентября Когда он забил на Олд Траффорд Шерифа, он побежал к угловому флэшку И немножко откинулся назад И поставил руку на грудь Я сперва подумал, что он таким образом Либо заканчивает, либо извиняется перед болельщиками Но потом знающие люди объяснили Что это внутренний командный мем Роналду очень троллят в раздевалке Потому что он спит днем Вот приезжает домой, ему Жоржина Родригес Приготовил супер, съел и куда-то спать Все остальные это что? Тик-ток, селфи, а Роналду спит Поэтому у него в 37 лет нет мешков Каких мешков? Под глазами Денежные есть, а под глазами нет И вот таким образом он показывает Ну все, я забил, для меня наступает тихий час Можно поспать Ну согласен, Роналду человек знаменитый О нем мы уже поговорили У нас сейчас для тебя очень интересная футбольная викторина Мы там и про шарфы поговорим И про футбольные истории Поэтому в любом случае Ты остаешься, ты большой молодец Мы двигаемся далее Вчера прилетела Аммония Максим Кирязов побывал на стадионе Зимбру Что увидел и услышал Смотрите прямо сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому